Ну, повеселились. Теперь тема. Информационное поле будет занято именно обсуждением этой новости трагической. Поэтому хотели, наверное, очень простый вопрос перед вами поставить. Телефон наш 728-7171. СМС-сообщение присылайте на короткий номер 55533 со словом «Маяк». Очень простой вопрос. Испытываете ли вы нервозность какую-то? Доверяете ли вы нашим авиаперевозчикам? Какие претензии у вас есть к нашим авиаперевозчикам, которые регулярно выполняют рейсы? На направлениях как внутри России, так и за рубеж, либо к чартерным перевозчикам. Ну, потому что вот эти трагические сообщения, которые, не знаю, из месяца в месяц приходят к нам, да, и появляются на лентах информационных агентств, чего только стоит там буквально сентябрьская катастрофа под Ярославлем. 43 человека тогда погибли. Да, когда 43 человека погибли. Значит, история с катастрофой в районе Петрозаводска, регулярного рейса самолета Ту-134. В общем, практически каждый месяц, буквально несколько дней назад в интернете появилась запись, сделанная на мобильный телефон одним из пассажиров регулярного рейса, когда он указал, значит, экипажу на то, что часть обшивки, да, крыла отсутствовала на самолете, поднял панику на борту воздушного судна, и люди отказались лететь. Два или три часа их убеждали в том, что самолет в таком состоянии сможет вылететь и покинуть аэропорт. Они отказались, им угрожали штрафными санкциями, что никто никогда им не вернет билеты, что они никогда не улетят. Да, деньги за билеты. Вот, потом эта история с произволом чиновников, да, которые задерживают рейсы, то они улетают, то не улетают. В общем, вопрос очень простой, такой на бытовом уровне. Обывательский не хотим сегодня, может быть, о катастрофе говорить как таковой, да, а вообще вот об уровне доверия к нашим российским перевозчикам. Да, и перевозчикам, персоналу, вообще давайте все дифференцируем. Да, к аэропорту, аэропорт, аэропортовые структуры, там, стюардесса, значит, питание на борту, да, потому что, ну, вот огромное количество... Зала ожидания. Зала ожидания, да. Ребят, вот ко всему, потому что, ну, смотрите, цифры очень простые. 50, более 50 миллионов человек в год в России, значит, покупают билеты на воздушное судно и являются авиапассажирами. Ну, 50 миллионов, ну, это треть нашего, ну, треть всего населения страны, да, то есть огромное количество просто денег во всем этом бизнесе еще крутится. Мало того, я скажу, что мы обречены все равно летать, потому что страна... Это не европейская страна, да, то есть мы, ну, мы никуда не денемся. Машины не обойдешься, велосипедом мы... Мы не обойдемся, не машины, не дирижаблем, не поездом мы не обойдемся. Поэтому мы обязательно должны, ну, как... 728-7171, значит, ваши претензии к нашим авиаперевозчикам вообще... Доверяете ли вы им? Доверяете или нет, ко всем структурам, которые связаны с вашим перелетом, с вашим, ну, вот, с вашим передвижением с пункта А в пункт Б с помощью самолета, да, и 5533 со словом МАЭК в ваши смс сообщения. Максим нам дозвонился. Максим, доброе утро. Доброе утро. Да, ну... У меня такая история, значит, я очень часто летаю, допустим, там, за март 8 перелетов уже сделал. Любыми авиакомпаниями абсолютно. И претензий масса. Ну, есть там у нас монстр, да, не буду рекламировать, который более-менее еще и сервис оказывает, и перелеты. Ну, на мой взгляд, достаточно безопасны, потому что мастерство пилотов все-таки существует. Но остальные авиакомпании, что касается сервиса внутри самолета, то это откровенное хамство иногда происходит, ну, ужас какой-то. Что касается аэропортов, ну, наверное, это не к перевозчикам, это к администрации аэропорта, не будем говорить об этом. А так страшно, очень страшно. Последнее время, когда взлетаешь в снег, допустим, ну, это просто там полчаса страха ужасающего, потому что самолет кидает, бросает, он падает. Самолеты старые, весь парк старый. Но вы когда покупаете авиабилет, вы интересуетесь, каким, ну, какой борт вас будет поднимать в небо? Что-то меняет или нет? Я понял. К сожалению, я не могу выбирать, поскольку это командировки, билеты заказываются централизованно, там, администрация покупает билеты, я сажусь и лечу. То есть на авось, собственно. Понятно. Спасибо, Максим, огромное. Роман у нас есть. Роман, доброе утро. Здрасте, Ром. Доброе утро, уважаемый ведущий. 35, живу в Москве, так же, как и предыдущий звонящий, Максим, да, много летаю командировочный. Что хотелось бы сказать? Мы не можем называть имена компаний? Конечно, конечно. Да почему нет-то? Вот два варианта вылета из Москвы, ну, в основном так у меня получается, либо Шереметьево, либо Домодедово и Компании, приписанные к одному или тому, ну, к одному и тому же, там, аэропорту. Как бы вот в Шереметьево летает аэрофлот, он-то там домашний аэропорт Шереметьево, да? О, про палку. К перелосчику, не к самой компании. А что касается компании, которая базируется в Домодедово, ну, там реально беспредел, рейсы задерживают через 2 на 3, то есть вот я летаю в Сибирь в основном, в Восточную, то есть это 5-6-часовые перелеты. Я вынужден плюс к перелету 2-3 часа проводить в аэропорту через 2 на 3. А чем объясняют, если это системно, чем объясняют? Вы знаете, что по законодательству этим вопросом просто интересовались, потому что и коллеги летают. По законодательству авиакомпания несет ответственность перед пассажирами за задержку рейса, если рейс задержан более 3-х часов. Так они никогда не объявляют, что рейс больше 3-х часов задерживается. Его объявляют, что он задержан на 1,5-2 часа. Через 1,5-2 часа вам сообщают, что он еще раз на 1,5-2 часа задержан. И вы так можете всю ночь просидеть в аэропорту. Абсолютно. Это было не... Год назад я просидел в аэропорту ровно ночь перед вылетом в Ростов-на-Дону. В итоге пошел, сдал билеты и улетел на следующий день. Спасибо большое. Спасибо, Роман. А вот, Руслан, скажите, была же какая-то цифра, сумма, когда компенсации за простой, когда пассажир просиживает, пролеживает, я не знаю, простаивает в аэропорту. Она же какая-то очень страшная. Она не изменилась никак, эта цифра. Ну, какие-то решения там принимались. Но здесь же в том... Действительно, здесь прав наш слушатель, который говорит, что авиакомпания делает все для того, чтобы не объявлять именно задержку рейса. То есть идут на любые ухищрения. Особенно очень часто это чартерных каких-то рейсов касается. Особенно вспомните, что творится летом в наших аэропортах и что творится на тех же воздушных судах, в которые ты попадаешь, когда тебе нужно попасть на какой-нибудь египетский или турецкий курорт. 728-7171, номер нашего фирмного телефона, 5533 со словом «Ак» в ваше смс-сообщение. Доверяете ли вы нашим авиаперевозчикам, нашим авиакомпаниям? Какие комментарии у вас есть относительно работы, структур, которые обеспечивают ваш перелет и ваш полет? Пожалуйста, пишите, звоните к нам в эфир. Ну вот сообщение поступает. Постоянно летаю аэрофлотом в командировке международной. Один раз полетели трансаэры, посидела туалет, как на вокзале, стюарды, явно под легкими наркотиками. Ну здесь, наверное, я не соглашусь. Нет, я по себе могу сказать, да. Не хочу нагонять ни на кого, за какого-то страха здесь в эфире, но за последние три года никогда не боялся летать на самолете. Вот правда, никогда. То есть абсолютно всегда относился лояльно к тому, как самолет взлетает, как он садится, к работе там персонала, который обслуживает тебя в рейсе. Если крылья у самолета. Нет, но за последние три года, я вам серьезно говорю, это стало для меня испытанием. Никогда не страдал вот боязнью летать на самолете. Но вот в последние три года, после вот этих участившихся случаев авиакатастроф, и тем более вот особенно с нашими лайнерами и на внутрироссийских линиях, очень страшно стало летать. Хорошо, Борис у нас есть. Борис, доброе утро. Доброе утро. Боитесь летать? Не боитесь? Как выбираете себе авиакомпанию? Не боюсь летать. Летаю постоянно. Летаю в основном аэрофлотом. Самое интересное, что я летел как раз таки ЮТЕРом, как раз таки АТР-72 буквально в четверг. Угу. Вот. На самом деле, скорее всего, проблема в подходе в безопасности конкретной компании. ЮТЕРом больше никуда, нигде не полечу, потому что половина сервиса хорошая, компания вроде как растет, но существует, скорее всего, проблема роста. Ну а что вот, вы говорите, что вы отказались, и в то же самое время говорите о том, что у вас никаких претензий, собственно, к этому не было. В чем причина? Вы из-за этого случая теперь откажетесь? Нет, нет, нет. Нет, я ЮТЕР, в принципе, больше никуда не полечу, потому что компания делает следующее. Заявляет один борт, по возвращению она его меняет. Туда мы летели АТР-72, обратно ТУ-134-76 года выпуска. Угу. И, как бы, вот все это, все на таких нюансах. Спасибо, Борис. Спасибо большое. Афлотрансаэр, отличный пилот и сервис терпимый. КЛМ отлично, АЛИ ТАЛИЯ ужас, Люфтганза молодцы, Донавия и Кавминводы ужас, да. Да, ребят, продолжаем обсуждать эту тему. 728-7171, есть ли у вас претензии к нашим авиаперевозчикам? И 5533 со словом «Маяк», ждем ваших смс-сообщений. Продолжаем нашу программу «П». У нас тема такая не очень, ну как, совсем даже невеселая. Самолет очередной разбился, очередной. Приходится говорить очередной, мало того, что мы... Уже все привыкли. Да, 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 вот мало того, что мы поймали вдруг себя на мысли, что мы, для нас это штатная ситуация почти. Штатная ситуация, то есть мы удивлялись только, когда там 200 человек погибло или там 40 человек, предположим. Или хоккейная команда это, или просто обыкновенные граждане. Потому что если хоккейная команда, то об этом дольше говорят. Если обычные люди, вот как это было сегодня утром, то мы, видимо, будем говорить об этом не так долго. Но, тем не менее, у нас не то, что вопросы к вам. Мы еще раз просто хотим понять, вообще вы боитесь этих самолетов? Потому что мы же обречены летать, у нас огромная страна. Мы всегда будем летать. Но другой вопрос, что вы испытываете, что вас особенно раздражает? Чего вы боитесь? Может быть, и публика тоже, которая летит в этих самолетах, тоже напивается только из-за того, что, ну, страшно. Ну, очень многие люди, кстати... Я сначала накачу, да, накачу, потом буду лететь уже. Понимаете? Поэтому это не только из-за того, что летят в Турцию отдыхать, а потому что стало страшно. Я просто сам себя ловлю на мысли. Я спрашивал у спортсменов там как-то в клубе, что-то зашел разговор, потому что надо было на следующий день улетать, в клуб спортивный имеется в виду. И они говорят, а что ты боишься? Вот есть таблетки там какие-то. Мы давно уже там таблетки какие-то употребляем. Кто-то пьет. А кто-то принципиально летает только к какой-то компании, которая его успокаивает. Вот нам написали, летали в Турцию только Turkish Airlines. Я могу подтвердить. Я один раз летел в Турцию именно турецкими авиалиниями. Мне очень понравилось. Мало того, там замечательный сервис, все такое. Приборы железные даже. Вы представляете, насколько доверяют люди? Заметил. Нет, насколько они беспечны. Нет, одна из немногих авиакомпаний, которые вот... Ну как дома. Дома, да. На стол. А вы летали, да? Да, да. И там еще, знаете, что, такие цвета морской волны кресла. Да, то есть ты заходишь к себе и так понимаешь, что этот самолет, ну так он настолько прекрасен. Скоро море. Спокойно, скоро море, приборы, ты к себе домой попал. Давайте с людьми поговорим. Максим дозвонился. Максим, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Боитесь ли вы летать и выбираете определенные, да, Да, и какие претензии есть к авиаперевозчикам и к структурам, которые обеспечивают перелеты? Ну, скажем так, до сих пор не знаю, боюсь я летать или нет, но перевозчиков тщательно выбираю. Летаю в основном либо Аэрофлот, либо Чешские авиалинии, либо Кэлла. Вот, но небольшая ремарка по поводу АТР-72. На нем я тоже летал, ну, внутри Европы, перелет Прага-Венеция. И потом, через какое-то время, наверное, через полгода, я посмотрел передачу по телевидению про этот самолет. История, в общем-то, такая, что начал он эксплуатацию в Канаде-США и пошла череда крушений самолетов, были большие разборки. В общем-то, самолет весьма интересен, он легко подается оледенению. Вот, по пилотажным свойствам тоже, в общем-то, серьезно отличается от других моделей. И у меня вот возникает вопрос, значит, на Западе запрещена зимняя эксплуатация. А у нас весна уже. А у нас весна, но надо четко понимать, в какой климатической зоне самолет летал. То есть, возможно, здесь в том числе какие-то были нарушения правил безопасности. Ну, это понятно, но мы сейчас не будем, да, наперед забегать. У меня единственное, Максим, вот у вас, видимо, есть возможность выбирать себе авиакомпанию. А вы не пытались сравнить, насколько дороже получается билет вот той авиакомпании, которую вы выбираете, нежели вы бы там полетели чартером или еще вот приблизительная сумма? Ну, до скольки-то может расходиться. Просто, в основном, да. Ну, порядка. Где-то 2-3 тысячи максимум, ну, плюс мы стараемся как бы заранее, потому что летаем за границу на отдых, заранее как бы все бронируем сами, минуя туры операторов и, в общем-то, участвуем в некоторых программах. Бонусы. Да. Хороших перевозчиков. Спасибо. Спасибо большое. Ребята, а это не критично, 2-3 тысячи для того, чтобы... Я тоже об этом подумала. Да, но критично, допустим, для тех направлений, где рынок авиаперевозок монополизирован, да, допустим, тоже сообщение там с Камчаткой, допустим, да, или с Дальним Востоком у нас. Допустим, те же иностранные авиаперевозчики, ну, по сути, у них же вот эта история с принятием чистого неба, да, история с принятием, чтобы открыть наше небо иностранным авиаперевозчикам, которые могли бы, ну, совершать внутренние рейсы, да, своими самолетами. Она вот постоянно каким-то образом стопорится и до конца не решена тоже у нас в стране. Давайте с Сашей поговорим, он из Тольятти, он прислал нам СМС-сообщение, в котором написал, что перевозил маму из Тольятти в Тюмень на операцию. Александр, доброе утро. Да, доброе утро. Здрасте, здрасте, Саша. Что у вас за история? Что у вас там произошло? Ну, история такая, я летал в последний раз, наверное, в 94-м году, вот, поэтому, ну, как-то не приходилось летать. И нам получилось так, что нам, маму, сложную операцию должны были сделать, и нам дали, как называется, квоту, квоту на операцию в Тюменьский центр, кримический, и вот мы, значит, летели. Первое, что поразило, непонятно почему, перелет прямой из Самары, у нас аэропорт в Самаре, из Самары в Тюмень стоил, по-моему, 14 или 15 тысяч рублей, а с пересадкой в Самаре, ой, в Москве и Самары стоил 9 тысяч рублей. Это вот мы сначала летели, мама мне очень плохо ходила, ну, вообще, в принципе, вот, у нас еще причем, ну, под ручку только, очень-очень медленно. И вот нам пришлось лететь, мы сейчас пересадили в Домодедово, из Домодедово в Тюмень. Ну, это еще полбеды. Мы ехали в автобусе, как называется, из аэропорта в наш Самаре, вместе со стюардессами, со стюардами. В принципе, поднимались с теми же, мы сами последние поднимались на борт. Видели, как она вообще, в принципе, не идет. И когда начали пересечь в Домодедово, уже выходя из самолета, а сам я увидел, девочка летит тоже, ну, и там, с сопровождающими. И она уже говорит, мама, ты не уходи, сейчас такси за нами приедет. Нет, ну, может, такси просто вызвали? Не первый раз летели, вообще, не давно. И тут я, а потом, как раз говорю, понимаю, что они вызвали их в службу эскорта какого-то там, которая доставляет из самолета в аэропорт, ну, людей там, больных, или которые не могут ходить там. Вот. Причем на вопрос, может, вы нас заведете? Нет, вы, мол, службу эскорта не закатывали, мы вас не можем с собой взять. И вот мы, значит, спустились по трапу сама, ну, хорошо, вниз она еще более-менее спустилась. Еле залезли в этот самолет, ой, в этот автобус. Потом пришли в домодель на первом этаже и пошли туда, в транзит, по-моему, там, в зону транзита, там метров 300. Я думаю, что мы вообще не дойдем никогда. Там даже присесть на этой вот линии, вот, даже посидеть негде. Ну, она прямо уже, реально. И из самолета приезжают эти мужики, везут эту девочку со службы эскорта. Я говорю, мужчина, дайте коляску мне, ну, я доверяю, она просто уже не может идти, просто уже невозможно идти. Ага, авиакомпания, кстати, Юстер была, под которым вы летели. У нас, ну, запись есть, я говорю, ну, мы не знаем, ну, мы не можем, у нас вот коляски расписаны. Я уж там дошел до этого транзита, на первом даже посадил ее, пошел туда наверх. Минут, наверное, 10 убеждал, чтобы мне дали, вот, сейчас по заявлению, эту коляску, вот, ну, чтобы мне хотя бы потом ее довести, ну, опять же, до этого, ну, куда нам пересаживать, там нам будет какой-то терминал следующий. Слава Богу, как-то, как бы, задним нам, там, на раннем, как бы, заявку дали, как бы, нас пересаживали, дали нам этот крест, вот, этот перепец, чтобы перекатиться, и потом уже нас повезли на этой, ну, как бы, не знаю, штуку, не знаю, назвать ее, она так поднимается, прям, ну, нас прям со второго этажа забрали и прям в самолет посадили. Локтя офигенная штука, конечно. Ну, вот эти стюардессы, вам должны были стюардессы все это организовать, стюарды, которые... Ну, вот, вы почему... Да я отказался вообще так, и мы первые в жизни за последние, наверное, 15 лет летим на самолете, если не 20. И мы должны были вот это все знать. Понятно, понятно, спасибо. Ну, я вот должен сказать, что по поводу вот этого случая, этот сервис у нас, в принципе, отсутствует, тут можно даже ничего не говорить, просто потому что у нас, ну, этого вообще нет. Леш, я тебе могу сказать, что вот туда летели, ехала семья на отдых, они везли свою маму, и она у них была в коляске, и, ну, я понимаю, что люди, которые едут отдыхать с семьей в Ницце, у них есть деньги, но ничего такого, знаешь, вот, как говорят, там не пустили с коляской на борт или что-то еще, все абсолютно было обходительно, все там предоставляли, помогали стюардессы, я в такого... Ну, это был аэрофлот, ничего такого не, ну, не видела. Может быть, потому что не надо было, да, там, никуда доставлять через коляску. Ну, в принципе, я, я, вот, мы в чем обращаем на это внимание, потому что это, первый раз ты это увидела, и тебе кажется, смотри, как здорово. Например, когда вот сейчас было, летом прощили, там вообще инвалиды просто все, все сделано для того, чтобы, почему их даже не видно, ты не обращаешь внимания, хотя все гуляют с ними, с этими колясками, потому что все придумано так, чтобы они существовали в обществе, понимаешь, вообще в принципе. С другой стороны, вот это вот, да, такой штришок, чтобы помогли женщине на коляске, а с другой стороны, когда в самолете выезжает коляска дьюти-фри торгующая, да, на борту самолета, и когда женщина остановилась в хвосте эконом-класса, и тут же старший к ней подбегает и говорит, ты уже была в бизнесе? Она говорит, нет. Он говорит, ну а что ты тогда здесь торчишь? Бегом в беды, шуруй, да. И это вот, несмотря на то, что вот все-таки тоже, знаешь, рейс не из Египта. И вы-то слышите все. Да, и Виктор нам дозвонился. Витя, здравствуйте. Доброе утро. Да, здравствуйте. Я вообще летать люблю даже, мне нравится как бы, но я принципиально не летаю, во-первых, отечественными бортами, никогда, то есть даже когда командировка мне заказывает билеты, знают, что отечественным бортом я не полечу. У меня есть огромное нарекание к отечественным, конечно, аэропортам, это первое, наверное, потому что аэросарай Кемерово, аэросарай Иркутска, понимаете, ребят, там то же самое Кольцово-Пулк, вы знаете, это стыд и позор. У нас уже шесть лет, как есть досмотр, почему нельзя сделать нормальную зону? Почему нельзя, например, вот есть вот авиакомпания Сибирь, я особо отмечу, во-первых, аэропорт Замодерова, там есть всегда задержки. Есть у нее родной аэропорт Пламачево в Новосибирске. И вот я вылетаю оттуда, в один год я четыре, там, за месяц четыре раза летал туда, ни одного самолета нету, это была зима, вылетали всегда с задержкой, и всегда, хотя там есть два рукава для посадки, нас всегда грузили с летной полосы, и минут двадцать стояли на холодном ветру, нас привозили к трапу, мы там стояли и ждали. Собственно говоря, вот почему нельзя было нас подержать внутри аэропорта? Вот то же самое у Домодерова. Вот я литва разная компания у Домодерова, у Сибири тоже постоянные задержки, у Сибири тоже постоянные смены вылетов, и практически, вот я никогда не попадаю у Сибири в рукав, потому что я, конечно, такой невезучий. Скорее всего, направления не те выбираете. Ну, как, не знаю, там, Питер, Екатеринбург, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, то есть Томск, понимаете, то есть, ну, как бы, в основном, правильное, Россия-то большая, а куда еще летать? Не-не-не, ну, понятно, понятно, спасибо. Спасибо, Ирина. Ну, вы сказали, вот вообще, вот с аэропортом именно, я года два назад прилетел в Воронеж, надо было по делам, и я, честно говоря, был вообще удивлен, потому что ничего лет за 15, когда я там последнюю... Ничего не сделал, да. ...вообще не изменилось, ну, появился действительно досмотр... А плазменный телевизор? Нет, и плазменных телевизоров, даже кафе, которое на втором этаже, оно то же самое с теми же самыми людьми, которые обслуживали его... Даже ту кружку, которую вы там оставили, 15 лет назад оставили. Абсолютно, и тот же чай, который из этого вот титана наливается тебе. Давайте с Андреем поговорим, он прислал смс-сообщение, позвоните мне, я ремонтирую турбины, много могу рассказать, что и как. Андрей, доброе утро. Здрасте, Андрей. Андрей. Алё. Андрюша. Андрей. Нет у нас Андрея. Нет, ну, хорошо. Жалко, слушайте, я вот так думаю, сейчас мы еще про турбины наслушаемся. У меня вообще мысль такая возникла, пока мы с вами разговаривали. Вообще не летать. Нет, не летать, но нам все равно придется летать. Но дело в том, что когда не было открыто информационное пространство, то есть никто не знал, как падают, с какой частотой падают самолеты. Я вот летал и летал. Вот только началось вот это, что они падают, оказывается, я стал страшно бояться. Изменить я ничего не могу, мне все равно приходится садиться в самолет. Вот я теперь думаю, ну, правильно ли, что про это так долго, предположим, говорится, все равно же ничего не решается. Если бы мы говорили, понимаешь, Вик, мы говорим, там еще кто-то, что-то изменяется, причем меняется так радикально. Но ведь ничего не меняется, а мы начинаем бояться еще больше. Ну, я человек не пьющий, я первое, что думаю, дня за три до отлета, мне выпивать или таблетки какие-то глотать? Или вообще, что делать-то? Ну, лучше выпить, Лех, что ты? Ну, спасибо, успокоило меня. Да что, Лех, лучше выпить, нагрузись так, чтобы потом еще и отпуск не помнить никак. Ну, а куда не говорить вообще об этих трагедиях? Я не знаю, Вик, ну, я не знаю. Я могу сказать, что мы вылетали из Афин, с Олимпиады, нас была целая... И как раз вот эти вот были катастрофы с Сибирью, когда взрывали на борту, ну, вот эти теракты, вот это был кошмар лететь. И когда ты понимаешь, что весь самолет набит, ты смотришь друг на друга и думаешь, мало ли, может быть, кто здесь чего провозит рядом с тобой, а ты не знаешь. Но тоже нету золотой середины. То ли говорить об этих трагедиях, то ли не говорить, а как умалчивать? Я не знаю, я просто вот тебе говорю мои ощущения. Мне страшно. Программа П рассуждаема. Ну, не самую, да, веселую тему. Не самую веселую, но деваться некуда, потому что, ну, как, мы друг с другом живем. Вот сами, вот тут у нас три человека, каждый месяц, каждый месяц минимум раз кто-то из нас улетает куда-то, пожалуйста. Их тут прилетело сейчас. Вот Виктория прилетела. Прилетело и ей сразу огорошили. Есть звонок, давайте Андрею, с Андреем все-таки мы дозвонились. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Вы действительно ремонтируете турбины? Да, я их ремонтирую. Вы сейчас будете рассказывать нам какие-то ужасные, страшные истории? Ну, я думаю, я расскажу только так, поверхность, знаете, чтобы коротенько. Да, я думаю, что контрафакт, только огромное количество контрафактных деталей, я думаю, вас это не удивит, да? Ну, постоянно, во всяком случае, тем муссируются средства массы. Да почти уже не удивляет. Уже никого не удивляет, мне кажется. Ну, вообще ничем не удивляет все. Ну, так же, как лекарства или сигареты. Да, спутники, правда, что-то умные. Понимаете, там у нас столько все четко сделано, что определить этот контрафакт уже можно только во время эксплуатации. И, к слову, самое что интересно, собственно, как и для любой машины, и как для турбины, никто не отменял теорию по наработке. Дело в том, что если так, в двух словах сказать, что чем старее машина, тем больше вероятность отказа любой детали. То есть к этой теории подчиняется любая машина, как и легковая, так и самолет. Ну, сами понимаете, если на машине там сломался, поставил на аварийку, встал возле дороги, это можно. На самолете такой как бы не прокатит. Это будет сразу катастрофа. А у нас товарищи летают, пока, собственно, что-нибудь не откажут. И это очень сильно печалит. Ну, вот скажите, вы же сами летаете, по какому правилу вы выбираете? Выбираете, да. А у нас даже выбора нет. У нас даже выбора нет. У нас моноболия, Газпром, Газпром-Ария, так что у нас тоже выбора нет. Вот какой дадут, на какому полетишь. Поэтому так садишься, крестишься, чтобы только долететь нормально. Собственно, вот весь выбор. Спасибо большое. Давайте поговорим вот с Юрием. Ему 24 года. И он работал в аэропорту Домодедово. И очень желает нам рассказать насчет задержек рейсов. Юра, доброе утро. Алло, доброе утро, дорогие друзья. Ну вот все жалуются, что в Домодедово, да, задерживают рейсы. И точно не сообщают, на сколько, на какое количество часов. С чем это связано? Ну, понимаете, здесь же можно по-разному подходить. В первую очередь, потому что аэропорт Домодедово нам служит огромнейшее количество людей, которые тоже на это влияют. И также, вот опять же, говорить про ту же, например, авиакомпании «Сибирь», что у них большие задержки. Давайте подойдем по-другому. С чего вообще могут возникнуть еще задержки? Люди у нас вовремя приходят на рейс. О, по-разному есть. Есть те, которые, да, в дьюти-фри зависают. По два часа могут шляться в аэропорту. Ну, более того, знаете, по практике иногда, вот общаясь с людьми, некоторые даже, как бы у них как хобби, наверное, когда они летят, ой, мы обязательно должны опоздать на рейс. Ну, вот, вот, обязательно. С чего не понятно, но... А вы знаете, с другой стороны, вот в последнее время начали просто саживать и улетать. А у меня вот так вот подруга, она ковер покупала, ей нужно было срочно ковер. Да, а вот представьте ситуацию летом, когда чартер летит, да, полный самолет, а, как правило, все-таки почти каждый рейс кто-то задерживается на самолет, вот, откуда возникают проблемы задержки. Второй нюанс. Если авиакомпания-представитель снимает с борта, да, как у пассажира, то, опять же, процедура происходит снять багаж и так далее. То есть это все идет время, и, как бы, нельзя клеймить во всем только авиакомпании. Так что и сами люди виноваты. Нет, ведь люди же говорят о том, что вот рейс задерживается на три часа, а они говорят там типа полтора. Почему честно нельзя сообщить, чтобы люди, как бы, на эту тему не волновались? Вот о чем идет речь. Ну, здесь, в самом деле, это уже, конечно, все-таки зависит, наверное, от профессионализма компании, может быть, какие-то неподготовки. У меня была практика, как-то я летел из Турции, просидел в аэропорту 9 часов, прилетела компания, по-моему, Кроссейр. Они, по-моему, даже про пылесос и самолет не стали, зато вылетели вовремя. Но, Юр, вот скажите честно, вы боитесь летать? Вы выбираете себе самолеты или авиакомпании? Да, потому что актуален вопрос, потому что огромное количество людей, я знаю, которые являются фанатами, да, именно авиаперевозок, огромное количество времени проводят на специализированных сайтах, где смотрят номер борта, да, который будет отшляться перевозка. В каком году этот борт, значит, появился на тех или иных авиалиниях? Какая у него история? Значит, были ли с ним связаны какие-то авиапроисшествия? Ну, и в конце концов просто летают только одними авиакомпаниями, да, и все. Ну, в принципе, в принципе. Я вот согласен с Рустамом, что последние несколько лет, честно говоря, я тоже достаточно сильно боюсь летать, хотя приходится иногда летать. А насчет самолетов, конечно же, сложились определенные стереотипы, что на русских самолетах, более того, которые собраны, еще, бог знает в каких годах, летать, тошновато и опасно. Ну, понятно, еще панации нет. Слушайте, ребята, я вот смотрите, я, когда первый раз был в Америке, меня поразили две вещи там. Ну, такой размах американский. И в аэропорту, ну, в аэропорту все очень удобно. Открывается дверь, ты заходишь практически в самолет, чего у нас раньше там вообще не было. Но самое прикольное было, что открыта была дверь, сейчас этого уже нету, открыта дверь в кабину пилота, и там, значит, один дядька сидит, второй тебя встречает. Курит. Да, в лакированных ботинках, там все, значит. И я туда захожу, и вдруг я ловлю себя на мысли, что мне не то, что не страшно. Я себя отдал, он такая хорошая накрахмаленная рубашка, кокарда, он причесан, такой полузагар. А когда мы летели в Америку, нас протрясло так, причем трясануло, все выпивали же, естественно. От страха? Нет, нет, мы попали в зону турбулентности, и мы испугались в тот момент, еще пьяные там были, но когда трясануло так, что конях вылетел из рюмки, тут весь самолет, это очень страшно. Но дальше было еще страшнее. Тишина полная, Сюардесса ничего не говорит, не пристегнитесь, не застегнитесь, не перекреститесь, ничего нету. Тишина, минут пять. Все, значит, оцепенели, и вдруг вот так вот включается радио, такой, чик, срочно пристегните ремни, чик. И после этого тишина, никто не появляется, ничего, и мы полчаса трясемся. Так они же ремни тоже пристегнули. Пристегнули, да. И мне как-то с тобой разговаривать, конечно. Они, наверное, да, прильнули к тому же еще, да, кранику. Да. И после этого вдруг я прилетаю и вижу вот это. И я вам честно скажу, чисто психологически... Ты им больше доверяешь. Эти люди, да, да, конечно, безусловно. Потому что смотря, кто встречает их, кто там, какие стоят стюардессы, сами стюарты, как пахнет в этом самолете. То есть ты априори уже понимаешь, что-то тут плохо. Давайте еще с Димой поговорим, узнаем, может быть, он нам расскажет, как правильно выбрать борт или там авиакомпанию. Дима, доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Дмитрий, Москва. Я вам могу сказать следующее. Я до недавнего времени очень боялся летать. Ну, я не летал практически никуда, выбирал там, если куда-то ехать, возможность доехать поездом, автомобилем. Вот. Потом произошло в жизни так, что я познакомился с людьми, которые в авиации, это бортпроводники, это пилоты. Вот. И когда ты понимаешь, как все работает изнутри, я могу сказать, что этот страх у меня пропал. Более того, я даже могу сказать, что за день, за два до полета я испытываю просто вот какое-то такое вот ожидание, приятное ожидание, что я буду лететь в самолете. Но и при всем при этом я выбираю все-таки определенную компанию. Я стараюсь летать, конечно же, аэрофлотом. Вот мне в этом году довелось летать и трансаэро, и ютером. И про взлеты, про посадку, про качество полета ничего плохого не могу сказать. Сервис, конечно, оставляет желать лучшего. Ну, спасибо, Дима. Спасибо большое, да. Ну, я очень, кстати говоря, очень вовремя оптимистичный звонок, потому что нужно чем-то отбиваться. Вам лететь куда-то? Нет, ну, в принципе, я за Сергея очень переживаю, да, как он повезет себя.